Для обеспечения безопасности мира на присоединяемых территориях необходимо усилить группировку наших союзных сил. В том числе с этой целью, в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, в Тверской области, как и по всей стране, продолжается частичная мобилизация. Для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации работает горячая линия 122. За сутки поступило 589 звонков. Получить информацию можно и через официальный ресурс «Объясняем.рф». Среди вопросов, ответы на которые можно получить на официальных ресурсах, кто подлежит частичной мобилизации, будут ли проводить обучение, подготовку к службе мобилизированных граждан, куда отправят мобилизированных, каковы возрастные ограничения, кого освободят от призыва и другие. Как сообщает военный комиссариат, верхнего же частичная мобилизация проходит с соблюдением необходимых процедур. А сейчас о важном событии для развития туристической сферы нашего региона. В Тверской области на реке Шоша начал работу новый речной порт Завидова. Причал – одно из сооружений крупного транспортно-пересадочного узла кластера Волжское море. В субботу порт принял первый теплоход. В Канаковском районе побывала Наталья Чекет. Первым пассажирским судном, которое приняли в порту Завидова, стал теплоход премиум-класса «Лев Толстой». На судне прибыло 170 пассажиров из Москвы. Новая речная гавань позволит пассажирам совершать поездки на более дальние расстояния, минуя шлюзы, на которые тратится много времени, когда теплоход выходит из Москвы. У нас прохождение по шлюзам канала Мини-Москвы занимает туда-обратно двое суток. Поэтому, когда будет уже комфортное сообщение транспортное между Москвой и Завидова, эти двое суток мы просто добавим в новые круизы. Российский турист привык к формату 3-4 дня круиз и где-то 6-7 дней. Инвестиционный проект по созданию современного туристско-рекреационного кластера «Волжское море» реализуется в Тверской области с 2019 года. Строительство ведется за счет федерального и регионального бюджетов, а также с привлечением инвестиций. Проект создания речного порта включает несколько этапов. В этом году завершается строительство причальных стенок, что дает возможность принимать круизные суда. Порт Завидова – уникальная речная гавань России. Три причальных фронта общей протяженностью более тысячи метров позволяют одновременно принимать до семи судов и пассажирских, и грузовых. Речной порт с пассажирооборотом в сутки более тысячи человек сможет принимать круизные лайнеры, прогулочные суда, спортивные и маломерные виды водного транспорта. Вне периода навигации на зимнее хранение порт сможет принять порядка пяти туристских круизных судов и до десяти экскурсионных и прогулочных. Этот порт важен не только для Тверской области, но и для всей России. Это флагманский проект, который включает в себя не только порт, но и большой кластер Волжское море, в котором будет полноценный курорт, круглогодичный курорт. Поэтому это место, точка протяжения для всех россиян. Губернатор Игорь Рудени считает, реализация инвестпроектов в Завидове способствует развитию инфраструктуры региона, туристического потенциала Верхней Волжья, созданию новых рабочих мест для жителей. Сейчас в Завидове обустраивают крупный узел, который объединит автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.